поехали меня довольно взрослая тем более по меркам ютьюба и я отдаю себе отчет что многие серьезно взрослая уверена точно знает о чем говорит мне точно взрослая аудитория с вас а может быть даже большинство понятия не имеют никто такой эльдар джарахов никто такой или не но классно классно что на когнитивном надзоре теперь просто людей гитлерами называют скипаем понял задача ясно я сатир не что это за объединение клик-клак о которых сегодня пойдет речь но прежде чем вы задумаетесь о том чтобы выключить этот ролик я хотел бы объяснить вам почему все-таки послушать об этих людях вам нужно и почему это вдруг обсуждение слов каких-то неизвестных или мало известных вам людей имеет большое общественное значение логи из америки серьезно маркс а дело в том что это не просто невероятно популярные люди среди тех кому примерно от 15 до 25 а это еще и очень определенным образом популярные люди это не просто например актеры или певцы которые поют песни о любви и иногда может быть выскажутся на какую-то общественно значимую или политическую тему эти люди получили известность как видеоблогеры эти люди обладают не просто колоссальной узнаваемостью среди миллионов молодых больше фашистов не люблю только либералов блять сорян серьезно чувак либероид в плохом смысле в оскорбительном смысле этого слова к сожалению и это очень сильно влияет на его деятельность это пиздец как блять заметно то есть явно он здесь не за когнитивным надзором да после его самого надо когнитивно надзирать и наказывается в этом проблема заключается россиян но они еще и воспринимаются как заочные друзья как те кто как будто бы вот прямо рядом со мной как те кто связано с моей жизнью как те чей совет особенно важен как понятно что он типа обыкновенный левачок но я просто вот либерал в значение оскорбительным употребляю это просто вот те чей опыт во многом релевантен моему и с кем можно как-то соотнестись чьими глазами можно посмотреть на какую-то проблему поэтому их слова и их мнение являются в еще большей степени формирующими для огромного количества людей и их аудитория это как раз те самые молодые люди с которыми в любом случае связано будущее нашей страны и поэтому мне кажется столь важным внимательным образом слушать что же говорят эти люди и еще важнее какой образ мысли они транслируют свои огромные аудитории ну а теперь необходимо ввести вас в курс конкретной ситуации дело в том что последнее время как наверняка многие из вас знают актуализировался вопрос потенциальной блокировки ютюба да безусловно об этом говорили уже достаточно давно но лишь последнее время государства и около государственные структуры предпринимают конкретные действия которые можно расценивать как возможную подготовку к блокировке площадки на которой мы с вами сейчас охуенно находимся и одним из таких действий является переманивание лиц и проектов с ютюба на площадке подконтрольной российской власти знаменитости о которых мы сегодня говорим с ютюба пока что не ушли но они производят эксклюзивный контент для того же века видео а также для телеканала стс и нужно сказать что это шоу для телеканала бля было бы круто если меня по стс показывали как думаете переманят меня на стс буду стс выкладывается в том числе и на ютюбе но также транслируются и в федеральном телеэфире и подобные действия на фоне как многим кажется скорой блокировки ютюба если мне предложили транслироваться на стс я согласился чел не из каких-то политических побуждений это просто выгоднее было выгодно было бы в том числе в том числе и на стс да окей с принятой частью их аудитории очень и очень негативно и в этом видео мы с вами постараемся разобрать публичную реакцию этих блогеров на такого рода критику но перед этим хочу отметить что во первых я совершенно не собираюсь выступать в качестве морального камертона я точно не являюсь никому судьей пусть каждый решает за себя и самостоятельно принимает ответственность за собственные поступки но так или иначе решение этих блогеров это во первых общественно значимое решение и во вторых эти самые блогеры публично реагируют на критику то есть публично отвечают что они по этому поводу думают и мне кажется что содержание их ответа достойно спокойного не сейтерского а вдумчивого разбора постараюсь так он сейчас говорит про спокойный не хитерский а буду вдумчивый обзор а потом будет обвинять их в нацизме и сравнивать с гитлером блять без негатива без негатива пацаны сделать именно такой разбор а вот хейтерство то есть бездумную слепую ненависть я считаю абсолютно недопустимым во первых потому что на мой взгляд во вторых может просто кого-то кремить гитлером и все нормально никого хейтерства никакой травли так скажем просто скажем а вот так вот говорил гитлер это безнравственно и жестоко а во вторых это просто контр эффективно если вы хотите кого-то в чем-то переубедить если вы хотите чтобы кто-то поменял свою точку зрения изменил свое решение то назови гитлером короче сравни с нацистами в германии нюрнбергский процесс упомянуть обязательно нужно и тогда все зарабатывает сложнейшая задача джак фреско что вы можете сделать чтобы все получилось ровно наоборот это начать сеть этого человека потому что прямая ненависть ведет не к диалогу не к дипломатии а напротив к укреплению вашего оппонента вашего собеседника своей точки зрения и в своей правоте так что пожалуйста давайте сохранять спокойствие благоразумие и хотя бы базовое уважение друг другу даже если мы радикально друг с другом не согласны ну а теперь давайте послушаем первую реплику короче давайте все разбирать по фактам сейчас все будет и умом и слейтера но соответственно так же поступали люди фашистской германии когда их обвиняли во всяких вещах но уже понимаете литерали одно и то же литерали одно и то же как бы вообще никаких отличий не вижу а вы читали хану аренд соответственно банально зла читали так вот то же самое происходит то же самое те же самые нацисты ну вы поняли наших сегодняшних героев обзора и мы выложили тизер одного из них на youtube это тизер пародии на вопрос ребром который эксклюзивно вышел в к под этим тизером около там тысячи с чем-то комментов и они все про то что я черт продавший жопу про то что отписка это разочарование ускоряешь процесс блокировки youtube а вот это вот конечно именно именно эти вещи всем привет кто такой и вот почему я перешел с того что ты говоришь как-то сформулировал напомню что типа вроде ты всегда так делал но только сейчас кто-то обратил на это внимание вот у меня это ровно по той же схеме случилось потому что первых кто делал эксклюзив я сделаю назад я делаю для эксклюзивы для выказ 2018 года и чё-то никого это не волновало люди так устроены что нам очень трудно адаптироваться к динамически меняющимся обстоятельствам и даже не тогда когда они меняются по несколько раз на дню а когда они меняются допустим в течение нескольких лет и меняются довольно серьезно людям привычно действовать так как они уже действовали до этого когда мы приобретаем определенную привычку мы следуем ей и это гораздо проще чем каждый раз заново оценивать обстоятельства а где когнитивный надзор ства заново думать поступить мне то есть блин если он пытался хотя бы он под на когда начинал он пытался в когнитив неизвестику какой-то сейчас вообще просто похуй просто похуй стало все ты гитлер блять как размышления пространные вместо того что вот ошибка 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 да то есть это ли это легко по чекать на самом деле ошибки огромное количество людей говорит в кавычках с ошибками особенно когда жанр не подразумевает логически каких-то доказательств то есть да вот у вас собрались люди у вас собрались люди которые не собираются сейчас аргументировать и логически что-то вот высказывать припиши люди на какую-то дружескую короче короче тусовку но там понятно там множество ошибок это правда будет но вот логических просто непонятно зачем все разбирать с точки зрения логических ошибок так или может быть эдак у нас уже есть какая-то проторенная дорожка так чего бы по ней не пойти из слов или мы понимаем что в 2018 году лично он например принял решение сотрудничать с вк видео и для него тогда это было допустимое решение хотя как он сам говорит уже тогда к этому решению могли быть определенные вопросы уже тогда были определенные проблемы и при этом илья задается вопросом а почему же сейчас люди начинают меня так активно хейтить если я принял это решение еще тогда и уже тогда это делал а ненависть пришла почему-то только теперь но я очень сомневаюсь что илья стал бы утверждать что российское общество и его проблема в 2018 году и в 2023 году это примерно одно и то же в чем проблема перехода с одной площадке на другую чел блять то есть там ему тоже деньги наверно платят там он получает бабло почему он должен не должен соответственно выпускать какие-то эксклюзивные материалы в вк блять play с ему за это еще блять и платят нахуй сверху что его должно мотивировать мне заебись мы нагадали что его блять должно мотивировать вообще этим собственно заниматься не заниматься точнее почему он должен отказываться эксклюзивных материалов может быть этот видос нужен для того чтобы просто свое мнение о политике высказать мне кажется вообще весь этот канал нужен для того чтобы выразить свое мнение о политике и автор прежде всего прежде всего пиарится на критике в кавычках критики всяких политических зетовцев при том что эти зетовцы но они даже находятся не в тех условиях когда они что-то аргументируют там и так далее так далее так далее разобрал бы он жмелевского например да вот жмелевский на дебатах где-нибудь с кем-то со штефановым каким-то выступает вот поразбирал бы он жмелевского например нет если бы он серьезно поразбирал и там бы ошибки бы нашел скорее всего это вот вполне да с другой стороны вопрос сколько бы раз он обосрался потому что этот чел начал умудряется обосраться даже в такие моменты когда ну он разбирает артемия лебедева гоблина гоблина на гоблине обсирается он обсирался на гоблине ну как это вообще как-то вообще можете вообразить кринж очень вряд ли ли я так думаю скорее всего он бы согласился с тем что с тех пор очень много воды утекло и очень много проблем приобрели совершенно другая видим ему надо менять свою стратегию просто чтобы не печататься до короче не в к короче ничего не делать да просто потому что просто потому что некому чуваку с канала когнитивный надзор это кажется неразумным я не знаю то есть там деньги с одной стороны а с другой стороны какой-то шиз в очках которые хуйню делает на своем канале по и значение и совершенно другую радикальность но при этом и я почему-то не замечает или не хочет не может заметить что обстоятельства которые позволяли ему сделать такой выбор в 2018 году возможно нему 7 500 могут позволить продолжать оставаться на стороне эти процент очень большой лайков то есть 62 тысячи просмотров нормально нормально да на сто тысяч подписчиков 62 тысячи просмотров это выпущено видео один день назад один день назад и при этом 7 и 4 тысячи просмотров то есть у него очень лояльная аудитория у меня не такая лояльная аудитория на самом деле то есть у меня не такая у нее очень лояльная аудитория прям мега лояльная аудитория то есть ему реально люди верят чтобы вы понимали да давайте вам даже так покажу вот это вот канарин вот и критики критики канала соответственно когнитивного надзора пришел челик и написал александр ушадов ужасно туп , что не скажет , все мимо , ничего не понимает и не осознает . вот это вот видимо фанат фанат этого когнитивного надзора чтобы вы понимали что не скажет все мимо этого выбора в 2023 это кстати распространенные когнитивные искажения искажения в пользу сделанного выбора мы вообще склонны защищать собственные решения а может быть автор с канала когнитивный надзор тоже склонен защищать собственные решения может быть весь канал его посвящен тому чтобы защищать собственные решения важно были они удачными или нет или может быть тогда они были удачными когда-то когда мы их принимали а теперь они уже не отвечают каким-то новым обстоятельством и тем не менее люди склонны защищать сделанный ими выбор до последнего и давайте послушаем на что опирается в подобной защите илья и что-то никого это не волновало и были люди довольно много человек которые это видели и не то почему бы ему не защищать свой выбор чем вообще проблема что я пишет защищать отлично от моего мнения когнитивные искажения сударь да вы разъебана именно именно блядь это как в кавычках когнитивные искажения звучит как такая хуйня который можно притянуть буквально угодно включая самого когнитивного надзора то есть и лет этим просил бы выйти какого-то рандомного блогера из интернета то есть вот буква вот буквально это чел вот буквально это чел блогер он никакой более существенной ошибки в кавычках не сделал но бывает что могу сказать остроты хотя уже тогда все это было про то что там за репост вконтакте были какие-то у людей проблемы там какие-то с уголовные дела и прочее это все уже очень давно происходит но только сейчас почему-то эксклюзив для vk стал равняться значит продажи жопы и способствованию в посадках не так ребята вы не поняли я продал жопу уже давно с 2018 года почему вы обвиняете в этом меня только сейчас ну как то так ладно ну это если погибать и поржать это вы чё блять пацаны я уже давно продал жопу а вы проснулись сегодня ибо над винных людей мне даже так и проговариваю мне кажется таким бредом изучив комментарии подруга взять на самом деле лучше бы он сказал что я не продаю свою жопу я там русский патриот я люблю свою страну мне нравится века я люблю века века отличная блять платформа лучшая в мире до лучшая в мире соцсеть она у нас в россии при этом существует да ну как бы ну можно не так конечно ярко пиздеть и но как-то вот как-то вот как-то вот можно красиво это все обернуть сказать чего бы я не должен стримить на века плей например почему я не должен делать эксклюзивы на века плей почему нравится века не нравится века мне нравится все что там происходит вот иметь их блогеров и вообще находясь достаточно для сляса пишет разве что-то лучше в кассе без рофлов ну смотря по каким параметрам сравниваем например youtube на мой взгляд лучше видео соцсети да ну вот на данный момент здесь и комментарии много всякого функционала и очень круто по статистике все сделано для того чтобы следить кто где когда и почему смотрит ваши видео какой процент там таких людей других людей youtube топ круче ютуба здесь нет и века здесь даже рядом не стоит но пока действительно на мой взгляд лучшая соцсеть которая вот вот полная соцсеть да вот как где там и видео и музыка и чаты какие-то и группы это все организовано довольно неплохо это лучше чем у фейсбука кстати на мой взгляд даже до сих пор несмотря на все собственно исправление то есть пока хорош пока хорош лучше не лучше но он хорош в общем-то глубоко в контексте обсуждения этой темы я могу сказать и но twitter кастрированы опять же понять и twitter и всякие все такое это более лаконичные жанры так скажем подразумевает они не то чтобы мега соцсеть как я понимаю да сопоставимые амбиции свека они есть у например фейсбука но фейсбук и вк он по моему выбор очевиден я за вк ты безусловно моя оценка вы с ней можете не согласиться что все-таки основной фокус хейта и критики связан с тем что те кого мы сегодня обсуждаем спать и лего если вы предложите телегу к аналоге там messenger это крутой messenger это охуенный messenger это messenger это не полноценная соцсеть на мой взгляд особствуют скорой и более эффективной блокировки ютюба безусловно и чтобы они точно поспособствует точно такие планы есть может быть просто люди развивают что-то то есть опять же исходить из всяких либеральных соображений и страхов и после этого ну как бы вы способствуете блокировки ютюба ну я хуй знает есть и какие-то отходящие от этой генеральной линии элементы критики но все-таки это основная претензия при этом илья заочно оппонирует тому кто как будто бы обвиняет его в том что он способствует возможно аресту людей за репосты что действительно бывает во вконтакте но по моему это последнее в чем обвиняют сейчас блогеров переходящих на российские площадки и об этом обвинении я не слышал вообще нигде кроме как в пересказе самого ильи и такое оправдание можно по-разному интерпретировать можно сказать что это намеренный риторический прием и действительно смещение фокуса на наиболее абсурдное обвинение которое может быть кто-то один где-нибудь ляпнул это разумно таким образом можно показать несостоятельность точки зрения своего оппонента дескать вот какой ерунде они меня обвиняют и эффективно защититься но также это может быть и естественная защитная реакция нашей психи ведь бывает очень нелегко переживать хейт в особенности если возможно где-то в глубине души может быть блять возможно если где-то в глубине души частично опять он психологией занимается но ты сам согласен с обвинениями которые против тебя выдвигают и в таком случае конечно хочется сосредоточиться на чем-то что кажется ну по-настоящему абсурдным а вот слона в комнате в виде настоящих больших серьезных обвинений просто незаметно какие серьезные обвинения то что из-за него в к закроют о youtube закроет из-за него так он по-любому сам потеряет огромное количество аудитории ему это самому не выгодно то есть это челик по-любому проебет ну половину аудитории активной точно при переходе это и при при самых лучших обстоятельствах закрытие ютуба не выгодно лидером блять на ютубе если бы он понимал в кавычках возможные последствия не знаю будут ли такие последствия или нет если он вообще думал о таких последствиях я думаю я думаю я думаю он бы ничего подобного бы делать но не стал приветствую вячеслав печать мне искренне не кажется что делаю продавая эксклюзивы для vk я способствую чему-то плохому вырежу каким-то людям я просто продаю контент одной из площадок азара есть в нашей стране для меня есть ну довольно четкие разграничения но здесь база чем проблема бы мне предложили за деньги сделать какую-нибудь пропаганду прямую чего-то что мне кажется нехорошим я бы естественно этого делать не стал но продать просто площадки эксклюзивный комедийный контент я это делал и это делаю я это буду делать а вот это наверное самый обидный самый болезненный самый неприятный момент из всего что я услышал в подкасте по данной теме дело в том что это чрезвычайно похоже на оправдание и отговорки нацистских преступников которые звучали и на нюрнбергском да 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 нацистские преступники нацистские преступники это они процессе и на малых нюрнбергских процессах и в дальнейшем на процессах в израиле над нацистскими преступниками Я, не подумайте, ни в коем случае не приравниваю Эльдара Жарахова или Илью Сатира и нацистских преступников. Но именно такой тип оправданий очень громко прозвучал в том историческом контексте, и во многом именно ему посвящена знаменитая книга Ханны Ааронт «Банальное зло». В этом небольшом отрывке подкаста, где ребята в принципе обсуждают... А при чем здесь, собственно, Гитлер, Нюрнбергский процесс, при чем здесь все эта же тема? ...данную тему, они целых два раза возвращаются к одной и той же мысли. Мы ведь ничего никому не навязываем, мы ничего не пропагандируем, мы просто делаем свой контент, такой же, какой делали раньше, но просто теперь еще и на новой площадке. Ну что в этом такого? Да, именно вот так вот они оправдывались, эти самые ребята на процессе, соответственно. Это в суд приводят, а они такие... Ну мы просто делали тот же самый контент, что и раньше, и продавали его другим площадкам. Вот, например, Освенцы, мы туда там поехали. А что, вот мы до этого контент по стрельбе на охоте тоже как бы делали, а вот теперь, ну, тоже постреляли как бы там. Ну, а что, что, блядь? Ну, за те же деньги, блядь, то же самое сделали. Ну, газовые... Да газовые камеры тоже сделали, как бы, ну... Я помню, я делал газовую плиту, а теперь сделал газовую камеру, блядь. Ну, нормальная тема, блядь. Что тут газ? Что там газ, блядь, сделал? Все нормально, все хорошо. У меня какие-то вот такие вот рассуждения здесь, собственно, наблюдаются, а мне не кажется, что это как-то правдоподобно. Ну, то есть, как бы, одно дело выпускать площадку, ну, на другую площадку свой контент, а другое дело, та же самая банальная зла, да, в книжках, в которой, собственно, Хан Арендт рассказывает вот прецедент, прецеденте, насколько я помню, даже там одного человека, который, в принципе, был обычным, ну, собственно, бюрократом, который бюрократически много чего делал, да, и, в принципе, этот человек отдал множество приказов на то, чтобы убивать людей, но, соответственно, он не видел, что происходит, как таковой, да, он просто вот подписывал бумажки, делал бумажки, нихуя там не видел. Это я, насколько помню, я давно эту книгу читал и во многих пересказах потом что-то слушал по ней, может, у меня сейчас битое представление, на всякий случай, да, поясню, но это насколько я помню. А, вот. Ну, и как-то так, то есть, в одном случае человек буквально в более-менее такой бюрократической структуре находится, и плюс-минус от него зависит жизнь у других людей, но он, как бы, продолжает выполнять свою работу и убивать этих людей. А, в другом случае, челик выпускает юмористический контент в ВК, блядь, юмористический контент в ВК. Литерали одно и то же, буквально банальное зло. Банальное зло. Ну, кстати, Ханна Аарон, как я понимаю, ее основная идея-то в этом и заключается, что, в принципе, в принципе, выполняя свою обычную простейшую работу, вы можете потворствовать какому-то злу, получается. То есть, да, человек, может быть, даже не до конца понимает, а в чем он, собственно, виноват, в чем он, собственно, виноват, хотя, собственно, его решение, его подписи, его там вот, его работа, она привела к гибели большого количества людей. И, возможно, он, ну, не то чтобы не мог поступить иначе. Вот. Вот так же мыслили и те, кто, например, умыл полы в концлагере или занимался разбором карточек. Я просто бюрократ, я просто бумажки перебираю. Я же никого не убил. Я даже кнопку в газовой камере не нажимал. Я вообще, может, этих заключенных и не видел никогда. А если видел, то мне, может, плохо становилось. Вы, может быть, удивитесь, но некоторые авторы Холокоста, когда видели реальную депортацию заключенных, приходили в ужас. Ну, думали, ну, видимо, надо. Ну, что поделать? А уж люди, которые реально являлись просто обычными винтиками в этом большом механизме, которые просто делали свою простую. Вопрос. Скольких людей убил автор, ну, вот этого видео, которое обозревает когнитивный надзор? Сколько людей умерло по вине того, что этот человек выложил юмористическое видео в ВК-плей? Блядь. Ну, сука. Ну, ну, сука. Ну, мудак же, блядь. Ну, мудак, блядь. Ну, когнитивный надзор. Выпускается, выступает с точки зрения, да, всяких когнитивных наук. Шуи-шуи когнитивистики этой ебаной. Там, логических ошибок. Как, блядь, можно допустить такое, блядь, сравнение? Вот такое, блядь, сравнение. Как, блядь? Это как все, что угодно, с чем угодно там сравнить, я не знаю. Это как его с Гитлером сравнить практически. Вообще не понимаю, в чем здесь аналогия. Работу часто в итоге даже не осознавали, какую колоссальную ответственность они в том числе несут за все, что происходило в нацистской Германии. И точно так же эти люди думали. Я же много лет здесь работаю. Я еще до всякого Гитлера мыл полы в этом месте. Ну, теперь здесь, допустим, штаб-квартира СС. Ну и что? Какая разница? Я в этом доме просто много лет мою полы. Я ведь ничего нового не делаю. Делаю все то, что... И че, блядь, чувак, который моет полы в СС? Че ему-то делать, блядь? Что он вообще может сделать, сука? Причем здесь вообще чувак, который моет полы, не знаю, в Освенцами там, например. Причем он здесь вообще? Че, блядь, происходит в голове у этого человека? Что делал раньше? Да. Да, то же самое. Но обстоятельства изменились. И то решение, и те действия, которые раньше были допустимы, или, может быть, были даже замечательными, прекрасными, полезными, теперь превратились совсем в другие действия. Потому что... Охуенно. Это настолько неуместную аналогию, по-моему, привести нельзя. Ладно бы он, знаете, рассказывал про какого-нибудь чиновника средней руки в России, который подписывает приказы какие-нибудь, после которых организуются какие-то там преследования, какие-то там это... Но вот это бы имело место, это бы хорошо можно было бы сравнить с банальностью зла вот у Хана Арендт. То, что он сейчас делает, это похоже на хуйню, честно говоря. То есть любой контент-мейкер, который так или иначе связан с тем или иным режимом, блядь, я нихуя, блядь, не понимаю даже. Это то же самое, что сказать, чел, ты вещаешь на Ютуб, ты вещаешь на Ютуб. Ютуб это американская платформа. Американцы проводили огромное количество войн на протяжении большого количества лет. Там против Вьетнама, там Ирака, там еще какой-нибудь хуйни, там точно, да, было дохуя войн. Это значит, что ты, блядь, потворствуешь тоталитарной деятельности, сука, Америки. Да, потворствуешь тоталитарной деятельности Америки. Следовательно, все трупы, которых вот Америка, в общем-то, за всю историю произвела, лежат лично, сука, на тебе. Лично, блядь, на тебе, мудак. Ну, никто же так не делает, по сути. Это просто, блядь, кринж. Ну, это кринж, это по-дурацки. Это так не работает, так не должно работать, по крайней мере. Купил себе мороженое, поддержал диктатора. Ну, как-то так. Ну, блядь. Непонятно. ...помещенными в другие обстоятельства. И мне кажется, что это не люди, которые осознанно приняли какую-то сторону, а которые оказались достаточно растерянными, которые не понимают, как им действовать, как им думать. Одно дело, например, Басков, который прямо говорит, я даю деньги за подбитый леопард. Это точка зрения. Можно ее осуждать, можно ее поддерживать, но тут кристально ясно, на какой стороне этот человек, кому он симпатизирует, а кому нет. Может быть, не искренне, это все отдельный разговор, но человек действует весьма конкретно. А здесь все немного по-другому. Давайте еще немножко послушаем Илью. Сотрудничество прямое, там, допустим, с властью, тоже меня совершенно не интересует. Мне кажется, что это точно мне не нужно. Чел вообще никакого влияния нигде не имеет. С властью адекватно не сотрудничает, блядь, просто бабки получает. Это для меня это не подходит. Обратите внимание, Илья сам же подчеркивает, что он напрямую с российской властью не сотрудничает. Из этого мы можем сделать вывод, что, видимо, для него это в данных обстоятельствах кажется недопустимым. Но тут же Илья, получается, занимается саморазоблачением. Если он не сотрудничает прямо, ну, становится довольно очевидно, что и он сам понимает, что он сотрудничает, но только косвенно. Неинтересно, а когнитивный позор он в России сейчас находится, и платит ли он налоги за свой контент? Просто если он платит налоги за свой контент в России, значит он тоже косвенно, косвенно, непосредственно, вы понимаете, да, косвенно сотрудничает с нашей властью. Наверное, я не знаю, может быть, можно так сказать, если уж косвенно говорить, я хуй знает. Если он не сотрудничает с ней прямо, то сотрудничает с ней косвенно. Ну, не очень логично тоже звучит, можно так вообще не сотрудничать, можно просто получать деньги. И это косвенное сотрудничество, разве чем-то принципиально отличается от прямого? Ну да, поэтому оно и косвенное. Если ты считаешь недопустимым кого-то поддерживать, тебе уже не важно, как именно, прямо или... Так ему деньги, блядь, платят за это. Как я понял, он вообще не говорит, что он кого-то поддерживает. Он не говорит, что кого-то, блядь, поддерживает. Он говорит, что... Нет, мне заплатили деньги, я выполняю заказ. Конец. Конец. The end, блядь. Мне нравится выполнять заказы за деньги. Ладно. Косвенно ты просто сделаешь все возможное, чтобы этого кого-то не поддерживать. Еще раз. Прямого. Ведь если ты считаешь недопустимым кого-то поддерживать... Ведь если ты считаешь недопустимым кого-то поддерживать... Тебе уже не важно, как именно, прямо или косвенно, ты просто сделаешь все возможное, чтобы этого кого-то не поддерживать. А с чего чел взял, что он думает, что он поддерживает правительство Российской Федерации, например? Прямо, косвенно, блядь. Хуй знает, ладно. А в данном случае, получается как будто бы имиджевая составляющая важнее, потому что, как мне кажется, основное различие между поддержкой прямой и косвенной именно в имидже, если ты поддерживаешь прямо, то ты таким образом как бы обнажаешь эту сторону своей жизни. А вот поддерживая не напрямую, а косвенно, ты как будто бы имеешь больше шансов сохранить лицо, как это принято называть, сидя на двух стульях. Таких, блядь, двух стульях чувак чуваку заплатило в ВК за то, чтобы соответственно выложить там смешной видосик. ЧЕЛ! Блядь, ладно. Ладно, нет, пиздец, просто, ну лох. АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА 가지고 тупиковый. Потому что в итоге все лагеря в тебе разочаруются, никому ты не будешь нужен. Но особенно важно. Мне здесь кажется, что это отнюдь не сознательные циничные конъюнктурщики, как многие могли бы подумать. Мне лично кажется, что это просто очень сильно потерянные люди, люди, которые берут деньги за свои услуги, лол, и которые могут взять деньги у ВК, прикиньте, я бы тоже у ВК деньги взял, если мне заплатили. Они являются, и мне кажется, что в этом состоянии, находится огромное количество молодых людей в России, и вот эти популярные молодые блогеры всего лишь отражают это состояние, в котором находятся миллионы молодых россиян. И подтверждение этого я нахожу в том числе вот в этих словах. Это такой спор бесконечный вообще, в котором никто никому ничего не докажет. Возникает вопрос, а раз никто никому ничего не докажет, то зачем же вы пытаетесь доказать? Ведь видно из этого подкаста... Подкаст, а не на рандоме, или куча слов, скорее всего. Да, опять же, доебываться таких-то рандомных фраз, рандомных людей, когда ты с заготовкой что-то делаешь, а они без, но это такое себе. Пацаны пришли побеседовать о том, а что их волнует, ну и что-то пропиздели пару раз. Ну, да... Какой смысл об этом доказывать? Ну, зачем ты доказываешь? Ну, они, может быть, задумались о том, а нахуя я доказываю что-то. Что вам искренне хочется оправдаться, искренне хочется показать аудитории, что вы ни в чем не виноваты, что вы никакого злого умысла в своих действиях не имели. И это очень понятное, естественное устремление. Какой злой умысел. И поскольку подкаст, эта штука довольно живая, это настоящий разговор... Не, ну просто тупые либерахи, которые запрещают людям находиться в ВК, и нахождение в ВК считают зашкваром, это еще больше зашквар, чем зетники агрессивные. Нет, есть хорошие зетники, допустим, да, есть агрессивные зетники. Вот. Видно, что... Я имею в виду всяких русских нацистов, там, вот таких вот людей, да, плохие русские зетники. Есть и такие, если что. Вам как будто бы самим... Да, есть хорошие, типа Жмелевского. ... начинает казаться, что вам нечем оправдаться. Вот вы привели такой аргумент, сякой аргумент... Ну, есть и, в принципе, сторонники мирных решений адекватные, так-то. Хотя их тоже не очень много. ... аргумент, и тут же говорите, да, тут никто ничего никому не докажет. Это как будто бы признание собственной слабости, признание в том, что вам нечем подтвердить свою позицию, что где-то в глубине души вы сами, если не целиком, то хотя бы частично согласны с тем, в чем вас обвиняют. Что, возможно, вы, находясь не на месте звезд, а находясь на месте простых зрителей, писали бы точно то же в комментариях. И, как я уже сказал, я убежден, что состояние этих известных блогеров — это лишь отражение. Блядь, а кому что доказывать, если появляется какой-то шизо-когнитивный надзор, который вдруг вспоминает Гитлера, несет какую-то рандомную хуйню и, соответственно, ну, блядь, из любой фразы высасывает кринж-контент. Как таким людям реально можно что-то доказать? Когда куча псевдоинтеллектуальных хомячков начинают реально, ну, надращивать на какие-то там высказывания. Нет. Состояние миллионов молодых россиян — это люди, которые потерялись в настоящем. Они не могут полностью понять и принять происходящее. Да чё, Шат, ему можно сравнивать с Гитлером, он же объяснил. Ну, да, кому-то можно, кому-то нельзя. И очень важно, кто в этом состоянии протянет им руку, кто будет с ними говорить и как. Это будет хейт, это будет осуждение, это будет психологическое давление, или это будет готовность помочь, готовность поддержать, готовность понять, принять и помочь выйти из этой апатии. И я глубоко убежден, что очень во многом это будет зависеть именно от нас с вами, от нашей с вами готовности быть открытыми и чуткими. Поскольку мой канал существует только благодаря финансовой поддержке зрителей, я прошу вас по возможности, перейдите по ссылкам либо в описании, либо в закрепленные... Не, на мой взгляд, реально основная проблема всяких популярных либералов и окололибералов заключается в том, что большинство из них прям, ну, блядь, дичайше тупые. Прям, блядь, вот мега супер, блядь, тупые. Вот прям супер, мега, супер, блядь, гипер тупые. Это, блядь, колоссально плохо. Это очень сильно бьет по контраргументации против соответствующих сторон. Это очень сильно саморазъебывает. Это, конечно же, уменьшает желание связываться с такими людьми, вообще, в принципе, иметь с ними что-то общее, да, так скажем. Ну, умных людей более-менее. Когда вот эта вот вся галтелая группировка шизофреников, вот, когнитивный надзор её неожиданно тоже возглавляет, и неврастейников, истеричек всевозможных, начинает визжать какую-то, блядь, рандомную хуйню в разные стороны. Причём обвиняют всех во всём, там, заставляют извиняться за то, что ты русский, блядь, я не знаю. Извиняться за то, что ты выложил смешное видео в ВК-плей, блядь, вы просто вдумайтесь. То есть, какая колоссальная хуета. По-хорошему, по-хорошему, мимо этой темы, данный автор должен был просто взять и пройти. Ну, просто потому что, вот просто потому что, ну, это прям вот из пальца высосано, просто из пальца высосано, вот по-другому вообще никак не объяснить это. Чел решил просто позаигрывать со своей любимой окололиберальной аудиторией, ну и, соответственно, пососал по всем, соответственно, фронтам, потому что эту хуйню защитить, ну, вообще никак нельзя. Вот, вот тезис о том, что ты не должен выкладывать юмористические видео в ВК-плей. Эй, это не работает, ну, за деньги, причем за деньги. И подпишитесь, либо на Бусти, либо на Патреон. Это очень важная поддержка для моего канала, там от совсем небольшой суммы можно получить доступ к большому количеству бонусных роликов, которые я снимал для своих патронов, и ко всем, которые я сниму в будущем. Вот, например, завтра выйдет очередной бонусный ролик. Ну и, конечно, это огромная поддержка для моего канала. Без вашей помощи он бы не мог существовать. Огромное вам спасибо. Ну и на этом все. До встречи в комментариях, и я надеюсь, в чате донатеров. Всем пока.